доброе утро вазами подписчики сегодня уже 28 марта у нас туман такой туманище с утра я пошел к соседям птицы провакцинировать надо развести им эту вакцину от не указан пропоить тюльфа попросила тоже теперь боятся будет тоже птица вся сдохла там тоже все около речки больше тумана все молчат самое интересное не верещат ну ладно к всем хорошего дня хорошее утро хорошего настроения чужулька всем привет передаю а я и нам так продолжает пускать продолжает отовсюду мусор вытаскивать какой видит да 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 а а а а а а а а а брала всем воду будем сегодня вакцинироваться от мукасла с открытым этим забралом переночевали все нормально остальным всем тоже там тепленько вакцинироваться детишки детишки стекла потеет он дышит много их стало вчера напекла неделю из блин пирога там уже рожки до ножки остались тем спрятаны труды мои так 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 надо свет включить в общем этот инкубатор сегодня 28 число сегодня уже 19 день я сейчас буду останавливать переворот снижать температуру сейчас охлаждаю пока что вытащила одно яйцо больше нет страницы оплодные но в этот раз вот этих вот вылупившийся маранов и америукан и вот этих вот больших если вылупиться да как так вот этих я не смогу конечно определить но посмотрим может быть смогу в это я буду оставлять себе так вот сколько там вылупиться посмотрим вся плодная так что вот и капает все освобожденная атаков теперь все в свободном плавании будем ждать теперь когда охлаждаю сижу здесь а то забываю долила туда воды он не получит простояли целую в эту ванночку в оранжевую входит если прям по краям 3 литра воды входит а вроде кажется мелко но там два с половиной туда получается наливаю чтобы он не расплескивалась и чего вот это больше чем сутки вторые сутки идут водичка там выкипло сейчас важность конечно большая там 55 же стоит ну вот сижу жду когда они охладятся цыплятам скоро надо цыплятам унесла эту ой я ж по-моему не сняла или сняла я не помню нет однако да наливала эту вакцину то запарился сегодня такой классный денёчек прям тихо так едики ручка нету в дворе по крайней мере спокойно красота какая красота какая ой забыла свои семена свой пакетик забыла хожу теперь полностью с полным комплектом семян с полным набором сейчас пойдем посмотрим что там цвета выпаялась и методом копыки я им давала тысячную дозу лакушку от мюкасла вакцины я им развивала на литр и поделила на всех немножко они ну там чуть-чуть не допито было но оставила на час этим открыла тоже и у этих тоже вы там где улевые они вот так чёрт открыто жарко что ли а то нам надо сейчас им открутить залезть уже им такое не надо сейчас вот что-то ситки у меня какой-то исчезли найти не могу надо сейчас поискать этим тоже можно было бы уже воткнуть нормально все с вами целый невредимый тут у них вон этого корма там насыпано на дне ужас один он дадюжит для Андрея сейчас я им придумаю что-нибудь воткну сюда где-то должны быть еще ситки их же много было вот ребята вот такие большие старые такие большие они сидели без после как они выпили вакциночку ой стукнула камеру как они выпили вакциночку они сидели еще два часа без воды без воды и без еды ой накинулись потом на еду так нет нет закрываю в общем ладно сейчас в порядке здесь наведу и пойду на огород вон подружки выползли это плохо надо искать я вчера загоняла одну и позавчера где они находят дырку надо искать откуда они приходят под забором будто бы нету что вы тут делаете нельзя он тут больше ходить вы мне тут погрызете все что можно что-нибудь это наверное они здесь ходили кстати по грядке ну что замечательно что скажешь то конечно это их следы да посадил ее на грядке да посадил ее на грядке так а где же они могут аааа вот они где пролазит все здесь вот эту разворотили вот опять здесь вытаскивали свою вот здесь вот паразиты а ну ничего надо кирпич притащить положить вот и уберу эти утки зермуларды мускусные они как змеи ну ладно хватит русу соль буду и обелить деревья и звездочка у меня с прошлого года сохранилась она жидкая была ну и за зиму подвыпарилась и просто там паста получилась так теперь мне нужно здесь установить телефон это не так просто да ну да вот так видно ну в общем как то как то мне их надо будет сейчас загорить курауличем сидеть я пушкик длину не падать эх сейчас так не буду уже высоко Смотрите, это я к Наде ему подберила, потому что это обвязало здесь ветки, чтобы не обеззаразить. Надо ему маленькую кисточку забыли, небольшие кисточки. Вот, сонико. Куда ты метишься? Иди отсюда, бедок с моих заразок. А, нет, не буду высоко. По плечи. Хотела вот так, нет. Руки тянутся вверх. А, нет, не буду высоко. По плечи. О, ходит, что по грядкам, он прям, я вижу, шастает. Сейчас попробую их загнать, наверное, я. Ложу здесь. Расходила я за кисточкой вот из-под краски. Буду дальше продолжать. Покажу готовый результат. Ну и вот. Деревья все побелены. А вот это дерево я не стала белить. У меня желание его спилить. Не знаю. Наверное, мы его спилим. Оно не это... Ничего не дает. Совершенно. Поэтому, я думаю, что надо его спилить. Я уже говорила. Какие-то груши, говорят, такие маленькие. Ну, вот такие вот вкусненькие. На сухофрукты или на что-то их там это. Но она мне плодоносит. Как-то она уже большая. Ну вот. Не стала я высоко сейчас, конечно, белить. Тут лишняя работа зачем. Сейчас уже через это кора очищается. Они уже подросли. А вот это... Черешню-то я забелила, так забелила. Осенью. По-саму и не хочу. В прошлом году здесь какая-то же у них была то ли парша, то ли что. И на этих... На стволах стало появляться зеленое это. Ну типа мох или как назвать. И потом забеливала, короче, все. У него нету. Все исчез. Ну так не прям сплошняком было. Но было, короче, много где. Вот на этом дереве было. На этих вот это, видимо, все-таки яблони карликовые. На груши не было. И вот на этом тоже не было. А еще на персиках было. Короче, я все это оббеливала. И оно все пооблетело. Ну вот. Хочу сейчас попробовать сходить до речки. Там вроде кладка появилась. Сейчас видно ее. Пройду нету. Посмотрим. Ну дучок тут уже такой подрос. Надеюсь, мы его эти утки не почекали. Ну прямо его видно. Вот такой там мороз. Отлично. Отлично. Сейчас Андрей приедет. Мы первым делом сделаем скважину по ключу, чтобы поливать. Там как раз дни теплые. Все будет замечательно. Так. Завтра хотела я сейчас садить. Но что-то сейчас пока белило. Думаю, наверное, нет. Завтра с утра выйду. И досажу то, что я хотела. Погоду было посмотреть. Опять не посмотрела. Пойду до речки схожу. Дорожку протапкиваю. Ой. Не завалится бы здесь. Протопчу. Прямо попаши не идут. Все пропаливаются. Просухла земля-то. Просухла. Вроде как до кладки есть дорога. Сейчас посмотрим. Надриду Володе спросить. Ловил он рыбу? Нет. Может с Андреем сходим по рыбалям. Рыбки поймаем. Я вот эту свежую. Когда рыбку ловим. Там что там? Караси что-то еще. На коне. Это. Я люблю ее, когда свежую жаришь. Она ничем не пахнет совсем. Свеженькая. Фу. Как далеко я прошла. Вон где наш сад. Огород. А это ива, которая была вся в Яне. Она уже распускается. Шуршит. Боюсь. Тут имеет так то есть. Нет. Я сапогах взяла. Не попробую. Да. Высохла. все они тут совсем-совсем вот еще водой притоплено или смыто ли там что-то сейчас посмотрим ой там дядя Володя рыбалит с кем-то значит все можно даже не спрашивать ведь Володя знает когда ходить рыбалку лягушки прыгают лягушки тут прыгают здесь наверное покладки то вот здесь ты знаешь можно пройти но я не пойду это я кулема быстро завалюсь вот вода куда пришла в этом году еще дальше была же она вот туда вот вот этом подсохнет здесь все будет сухое там ниже будет вода намного ниже людей только что прыгали власти камуши повалились все вот этих камушах здесь потом воды нету летом только сейчас и вот это вот наша кладка я бы конечно по-хорошему подделать бы но это нужно с этим заниматься для этого материал приобрести там или приготовить что-то нормально было ну вот не получилось мне на кладку пойти тихо тут так это будет копаться наверное слышно вот и тех на той стороне на той стороне огорода лучше потому что они вот так вот на них прямо солнышко падает они туда на пол получается а мы-то у нас тоска отсюда критерии мы как бы немножко так это земля бы не настолько просыхает а на той стороне вот говорят лучшие огороды они там и суши более освещаемые здесь поэтому они кислые почвы то что они просыхают молодец на пенсии стоянную рыбку ловит ходит и нас угощает соседи там еще угощают видимо спортивный интерес у него больше того у них рыбка все время есть когда сезон начинается участие думал как раз начался поверхность погода будет нормально мы с андреем пойдем рыбаем но я-то рыбак конечно еще тут это рыбак еще тот чисто так интерес хорошо Ветками, когда стоишь, такое ощущение, как будто ты летишь. Тебе как прям как-то качает. Прикольно. Ты там уточка раскрякалась какая-то. О, улитки вон куда забрались, подружки. Вон она. Ну что себе, что вы там делаете? Красивая Ива, так она мне нравится. Я просто балдею от нее. Это вблизи просто невероятное зрелище. И зимой, как говорится, и летом дуровское дерево. Надо ее где-то... Как вот ее чем отсаживать, или у Володи надо спросить. Я бы ее посадила, вот, когда из варитов ходишь слева. Вот такой большой получился у нас большая площадка. Вот это грецкий орех. Где Володи сидит? Грецкий орех. У них тут такая облажательная, они ее не пашут. А мы-то жадюги распахали все. В этом месте вот здесь вот были хорошие кабачки. Как-то здесь, видимо, больше влаги, что ли. Там тут почти не поливалось. Здесь не поливало. Ну, к речке, видимо, там, сырее. Пойду я через... Туфа, наверное, пройду вот дорожку. Они эту дорожку специально не запахивают. Но я там запахала ее, чтобы это ровно прокатать, там сделать. Прокатать, прокатить, и будет это... Вот они как делают. Это они сейчас все вручную делали. Дядя Володя сломался этот... Мотоблок. У него-то прямо мотоблок такой на колесах. У него сломался, но что-то не получается у него сделать. Заня ее делали вручную. Что-то он с собой тащил какую-то штуку. А мы-то что, лунки накопали, да посадили нам по барабану. Мы сибиряки, мы по-сибирски. Видите, корочки там маленькие. Они не бентамки какие-то мелкие. Типа у петуха такой длинный-длинный хвост по земле волочится. Ходит сюда, похаживает, поклюет еще нам тут что-нибудь. Капуста вот петуха высадила уже рассаду. Лучок между ними. О, они, курочки ходят. Видите, не увидите, он побежал. Я не видела до этого, чтобы они у них шастали. Сейчас шастают. Классно, когда вот так вот все совместно. Нету этих заборов. У нас-то там огороды перегораживают этими изгородями, пряслами. Ну, столбики ставят и к ним эти жердины. Ну, эти палки от тонких деревьев перебивают там на каком-то расстоянии. И это вот так вот перегораживают. А здесь-то этих нету, деревьев сильных. Да и оно гниет, столбики-то все сгниют. Где еще ветки не убирала? Ну, тут Андрея жду. Они колючие. Ну, вот так вот сделала огородный обход. Надя там тоже, вон, соседи с той стороны тоже садят. Видела, там у меня грядочки небольшие. Ну, вот так вот уже болтаюсь опять. Как в стране писано. О, подсыпали деревца-то сейчас, стебельенькие. Здорово. Вот, я маленько не прокрасила. Эх, ты ж зараза, как-то я поглядела. Чуть-чуть. Ну, ладно. Ну, что-то сейчас научиться с этим. Не буду возвращаться уже. Сейчас хочу в вольер. Вот в этот вот вольер пойти. Там стены побелить. Ой, цыплят, говорим, решат туда в нем переводить. И это... Чтобы там уже было все готово. Стены побелены были. Сейчас за мной притащились в помощники. Здесь идут и орут. Ну, вот здесь, в общем, хочу я там побелить. Потому что Андрей приедет, надо будет делать. У меня уже не до побелки будет. Так что, вот, идите отсюда. Не мешайте мне работать. Так, ну вот. Ну-ка, не лезьте, как и звездки. Что придумать, кто залезть. Еще телефон забрызгала, главного звездки. Он грелся. Там еще не высохло. В общем, побелила здесь. А вот потом, когда утка там оттуда свалит, вылупит. Все, надо там еще побелить, залезть. Она еще не высохла. Ну, в общем, вот так вот. О, мне еще предстоит аккуратненько побелить. Но это я жду Андрея, чтобы он мне замазал стены. Потому что я не знаю, чем их замазывать. Вообще стены глиняные. Где эту глину брать? Я без понятия вообще. Ну, и вот эти на сесты надо убирать. Потому что мне туда не попасть, не пролезть. Вот. А сейчас пока дверь мазну. Хоть дверь будет радовать. Ну, а все, блин, творческая натура. Меня же не остановить, понесло. Начала все велить. Ну, кстати, как вариант, можно тоже. Только там внизу, вот, надо все это еще замазывать. Выдолблено. В общем, я так попробовала. Посмотрим, как оно будет смотреться. Ну, нормально, наверное, что-то плохо. Ох, что-то, да чистенько. Светленько. Вот эти вот брызгают же утки-то. Вот только когда отгородим отсюда этих... Куриц здесь отгородим. Они уже так не будут брызгаться, как утки. Утки же все хлобыщат. И вот здесь вот можно подзамазать. Вообще, надо как-то что-то подумать. Может, фундамент как-то укрепить. Вообще, надо что-то подумать. Может, все-таки оно годится, это здание. Настолько оно аварийное. Вот, и вот эти вот не будут ходить, тут уже плюхать своими лапами, крыльями. Воду надо им налить. Ну и вот. Ну и что? Где там нам утка-то несется? Вот, а несется, говорю. Где утят-то? Что-то я не вижу. Они могут не отреял пицца. Ты что? Как успеть? Сидишь просто так? Сейчас я воду включу, может, она уйдет. Воду включу, может, она уйдет. Как слышать, да? Знаете, себя все отлично чувствуют при открытых дверях. Замечательно. И эти, как их, цыплятки тоже. Так что надо искать где-то эти сетки, куда я делала, заторбанила. У меня же было несколько сеток вот сюда, вот, чтобы это втыкать. Не могу найти. Это мы их пристроили, что ли, я не поняла. А-а-а, мы же дно делали вот этим вот точно. И им уже можно вполне открывать, чтобы они воздухом дышали. Ну, значит, Андрей приедет, что мы придумаем. Вот садится на банку, а потом переворачивает. Я вам там его ремонт в хате делаю. Будете скоро королежить. Да, Жулька? Эй, не успела снять. Петька отоварил курицу. Этот бежит, Сигизмун, сломя голову туда. Не успела, включила уже это. Они там разошлись все. Отойдите, я иду. Я вас тут растопчу. Сигизмун красавчик. Кушать, кушать, кушать. Да, ё-простые, что ты под ноги? Жду все. Стоят, столпились. Это еще ровновато, наверное. Все сухоли-нибудь. 44-45, наверное. О, еще крольчихи надо. Ё-моё, забыла совсем. Чего-то нахуй. Чего тут сидишь? А ты не феркай, ты, господи? Феркай, не феркай. Не феркай. Не тронуй, тебя не тронуй. Не, 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 маянь. Он будет трогать. Так. А что здесь у нас? Одно яйцо оставляло. Вот оно здесь лежит. В прошлый раз-то надо было яйца-то собирать тоже, а я что-то это не додумалась. А, что? Теперь вот знаю, как надо делать. Собирать яйца, да и все. Интересно никого. Отхожу там, проверяю. Думаю, может, яйца снюс или что-то еще. Так, надо забрать сейчас там семена. И все, наверное, пойду и домой. Вот, когда сидит, она так головой вертит на все. 360. Туда поворачивайся. Туда развернемся, туда вот так разворачивайся. Голова, короче, вертится на ее на 180 градусов. 360-ка не вертится, конечно. Что там? Вот так и начинала пупик гонять. А, началось, блядь. Заборы надо как-то еще собираться мыть. Теркер-то вот у нас нету. Мы что-то его собирались, собирались все купить. Да, машину мыть. И что-то все никак на него не хватает денег. Плохой не хочется, хочется хороший сразу взять, качественный. Ладно, заберу я, короче, семена и пойду я домой. Еще раз полюбуюсь. Ой, какая красота, побеленные деревья. Правда, как они освежают все-таки вот эти, когда стволы побелишь, как сразу свежо, потому что, не знаю, опрятность какая-то появляется. Красота. Ну ладно, что, пойдут ее пить. Уже, наверное, покушать что-то надо. Кстати, хотелось показать эти. Так, а как мы встать-то, в какую сторону-то, где будет видно? Где будет не видно? И чего? Персики уже, вот, теперь набрали. Еще я хотела абрикосы посмотреть. Сейчас пойду гляну. Абрикос что-то. Что-то сухое. Вот, терраса. А что он сухой? Что, у нас здесь ветка погибла, что ли? И вон там наверху вижу, видно, нет ли, наверное, не видно никому. Наверху он уже распускается внизу, пока ничего не видно. И, по крайней мере, вот на этой части дерева. Могла она и погибнуть запросто. Если погибнет, погибла, значит, мы ее будем спиливать. Вот так вот абрикоса не будет. Может, просто то, что там высоко, из-за этого, может, там цвет набирает. Посмотрим. Вперед. А потом нижнее. Я не вижу здесь почек каких-либо проснувшихся. Вижу просто мертвые вот эти сухие. Ну, видно будет, конечно. Это, получается, вот эта вот ветка от этой линии. Чего-то с ней случилось. Ну, посмотрим. Анатолий, на нашем абрикосе я не посмотрела. Что-то не увидела. Ну, нет, не вижу, я там пока что ничего. Воздух такой классный. Да мы так неохота вообще. А надо? Уже надо зайти. Я уже давно уже хожу. Красота. Вот если бы не вот эти поезда, бы вообще красота была. Тишина и покой. Как я их сразу внимания на них не обратила. Ну, наверное, когда были, ни один поезд не проезжал. Я и не заметила расположение здесь. Чего-то мы не знали. Ну, зато есть станция. Есть электричка. Опять же плюс. Опять же плюс. Жаловаться, ну, на что будто бы. Посмотрела у Светланы на юге. Она заборы красила. Ну, и тоже мне захотелось заборы покрасить. Вот этих блогеров насмотришься. И потом начинаешь себе работу придумывать. Одну не сделаешь. Уже другую хватаешься. Вот так вот. Вот это соблазнители. Они просто-напросто эти блогеры. Зараза какие-то. Надо написать у них в комментариях. Спросить, какую краску она красила, где покупала. Ну да, заборы страшные тоже. Я тоже давно на них споглядываю. Думаю. Страшенные стоят. Чем-то надо красить. И звездкой. Ну и облетят. Ну и ладно. Вот. Вот эту блогадильню тоже она стоит. Но вот как-то не место ей здесь. Если, конечно, птицы бы здесь не было. Но будто бы да. Ее надо разобрать и куда-нибудь перенести. Эту летнюю. Летнюю душу. Тут вроде как он. Бочка эта от солнца закрытая. Как она тут нагревается, скажите мне на милость. Где вон крыши солнце закрывает. У меня не сердце. Эй, я же вам помню. Вот со мной эти под самые ноги. Я выступаю им на лапы. Я ж не вижу. Вы чего, гляха-муха? Я вам когда-нибудь доги переломаю всем. Уходите. Думаю, что там кому она у меня дергается. Так, ну ладно, все. Тридцать третий раз, говорю, я домой. Пошла. Скоролила утку. Что она ушла. Вытащила главное яйцо. Это тухлое. И это самое. И его уела. Помните, я говорила, там черные яйца лежат. Словно так воняло. Короче, я пошла смотреть. Пошла смотреть. Чего там. Фу, как воняет. Кошмар какой-то. Ладно, будем терпеть. Ну, в общем, два яйца еще от плаких вытащила. Одно не оплодное. Там, кстати, гусинные оплодные. Здесь сильно оплодные. Поэтому и те тоже оплодные. Ну, а вырубляться они сегодня точно не будут. Ну, там видно поэтому. Ох. Позародуши. Ох. Все. Сделала дело. Ну, вот, короче. Что, вернулась она обратно? Внимся. Молодец. Гусинные ты будешь ждать, да, когда выведутся. Ладно, все. Частинечки какие. Все. Вон, какая красота у нас написанная. Ну, да, приятнее так. Я все на эту конвейку смотрела. Думаю, как бы ее облагородить. А побелить-то что-то даже и не подумала. Думаю, что ее белить неплохо, надо сказать. Надо, в общем, это дело все проделать. Только замазать надо. У нас же еще помещение есть вот такое вот крашеное. Вот, ну, через стенку с этим, с курятником. Здесь были куры. Мы вот там дырку вот сделали. И здесь, когда много было кур, мы сюда запускали кур. Здесь я сейчас пока ничего. Я туда мусор слаживаю. Там жду Андрея. Здесь, конечно, ужасное помещение. Вот. Все страшное. Вон, видите, все. Толки вот такие вот ужасные. Они сюда пролазят. Вот тут дурень. Вон там дурень-то, вон, которая большая. И яйца несут. Утки уже стали здесь яйца нести. Стенки сломают. Здесь вообще-то курица несла яйцо. И что-то нету. Что-то не вижу сейчас. Ну, ладно. Значит, не снесла сегодня. Так, ну, все. В общем, дело сделано. Так, ну и закончил мы сегодня день около инкубаторов. Вот еще яйцо. Может, товарная небольшая? Уже 78. Вот, уже поменялось. Сейчас я... О, включился там. Открыла на охлаждение. Ну, все. В принципе, завтра уже не будет, наверное, охлаждать. Почему? Ну, мы бы не сесть. Сейчас шмякнуть. Ну, вот так вот день сегодня прошел. Вспомнила, что я сегодня весь день свою моську не показывала. Сейчас смотрела. Сегодня просто много было положительных эмоций в плане того, что день хороший был. Такое все яркое. Весеннее было. Классное. Погода классная. Я весь день снимала окрестности. Любовалась, не только снимала классно. Настроение вот этого хорошее было. Только, правда, сегодня что-то я устала туда-сюда ходить. Точек опять на бекрень. Как не снимаюсь, так все на бекрень у меня вечно. Вот. И получается, сегодня посчитала, Андрей приедет, и у нас этот инкубатор будет выводиться. Я сегодня ему говорю, тебе подарок будет к приезду. Будет ночь бессонная опять. Ну, ладно, ничего страшного. Ну, в общем, вот. На этом я заканчиваю сегодняшний выпуск. Всем хорошего вечера. Спокойной ночи. Спасибо, что смотрите нас. Пока-пока. А, вернусь на пять минут. Опять у меня спрашивают про инкубаторы несушка. Каждый раз кто-то спрашивает про них. Да нормальные это инкубаторы, даже пластиковые. Каждому инкубатору нужно приноровиться. Пока не поймешь алгоритм его действия и работы, и, конечно, у тебя ничего не будет получаться. Нормальные инкубаторы работают. Работают, без сбоев нет. Единственное, сам что-нибудь накосячишь, там неправильно. Влажность какую-нибудь сделаешь или что-то еще неправильно. Тогда будут погрешности в работе. Все. Теперь точно пока. Субтитры создавал DimaTorzok